Воскресенье Вот такие мы лапочки проснулись. Такие хорошие. Такие милашки. Такие солнышки. Нет, а что ты брови нахмурила? Нет, она не такая хмурая. Это она просто сосредоточенно смотрит в камеру, поэтому хмурит брови. На самом деле у нее отличное настроение. Такое солнышко. У нас тут, конечно, вещи стоят еще без шкафов. Так, мы живем пока что по-новосемски. Да, да, да. Сейчас. Что? Что? Куда пойдем? Пойдем, пойдем. Сейчас пойдем. Давай, пойдем, пойдем. Пойдем. Что ты хочешь? Убегает от меня. Я бегу за ней с колготками. Она убежала без всяких. Даже не глядя на меня, она боковым зрением видит, что я достаю из шкафчика колготки. Она стала улепетывая. Так, ну теперь все в порядке. Нарана в колготках. Вот за этим занятием она была. За разрисовыванием коробки. И вот так вот она стояла, рисовала, а я вот оттуда, из этих ящиков достала колготки. И она тут же сорвалась с места и побежала в ту комнату. Такая смешная. Вот так солнышко кушает. Постель не застелена, потому что она рано в ней уснула. Я не успела застелить. А после того, как она проснулась, она ее описывала. А одежда валяется, потому что мы с ней собирались гулять, и она уснула. Пришлось ее раздевать уже спящую. Сейчас покушаем и пойдем гулять. Прогулки. Между прочим, мы болеем. Но поскольку на улице тепло, и воздух нам нужен. В общем, короче, немного свежего воздуха. Для нас это лучше, чем не свежий воздух дома. Вот, поэтому мы нашли пробираться. Ну, вообще, мы вышли в магазин. Пойдем на горку. Мы только что с горочки скатились. Один раз на пузе, другой раз на попе. Очень понравилось. Ну, очень вдвоемко. То есть вместе с ней надо на гору карабкаться. Потом быстро спускаться и ловить ее с другой стороны. Так, 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 так. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Пумс. Ну, так тоже прикольно. Пойдем на горку. Вы посмотрите на человека, который в сапоге со светоотражателем. Девочка в сапоге. Вставай. Беги туда, туда беги. Господи, это пыль так летает? Или это? Или микроорганизмы? У нас мух нету. Есть левчок. Люди, приветствую вас. Продолжаю свой влог. Не помню, когда начатый. Наверное, на папин день рождения 2 декабря. А сегодня пятница. И меня забрали на ранку. И я думаю, а не покрасить ли мне волосы. Хотя, конечно, неправильно красить волосы белой краской. Как-то еще раз говорили. Нужно сначала удалить коричневую, которая здесь есть. Получится очередное черти что. Нет у меня смывки. Не хочу я пользоваться смывкой. Не хочу идти в салон. Потому что вообще не имею средств. Видите, там на заднем фоне моя шапка. Некуда положить. Вот. Короче говоря, все... Все хреново. Нет, в том смысле, что... Почему я немножко потеряла запал для снятия влогов. Потому что мне попросили не снимать то, это, пятое, десятое. Я как-то чувствую себя скована. Когда получаю какие-нибудь комментарии, тоже по поводу, сковывающие мою свободу. Меня очень легко сковать, оказывается. Вот. Я как-то теряю немножко запал. А сейчас в последнее время иногда читаю некоторые комментарии, которых не очень много. Комментариев не очень много. И, в общем, не могу похвастаться большим наплывом хейтеров и троллей. Но, когда я что-то читаю такое, мне хочется снять видео, ответы на вопросы и отвечать в таком стиле. Ну, хочется снять это видео так, как я на самом деле отвечаю на эти вопросы мысленно у себя в голове. С применением не то, чтобы не нормативной лексики, а с применением таких всяких звуков. Пи. Да какой пи. Тебе пи. И, в общем, вот все в таком духе. Так. В общем, короче, все равно я буду краситься. Я понимаю, что у меня закрасится только вот эта область и вот эта область. На всем остальном останется коричневый цвет. Ну, не на всем остальном. Там у меня есть места, местами также обесцвеченная. В общем, есть места, куда не попала коричневая краска. И говорю себе, терпи, терпи, не стриги челку. Хотя, понятно, что без челки я все равно не буду ходить. То есть, вот так вот, с такими волосами отросшими. Мне не идет открывать лоб, мне не идет. Я не имею в виду вот эти морщины патеричные. Я имею в виду вообще мою анатомию моего лица. Вот, все равно покрашу. Окрасятся кончики, я так думаю. Ну, челку посмотрю, подстригу или не подстригу. Посмотрю. Просто я пока не определилась, как я буду встречься. Так, вот я закончила окрашивание. Не знаю, в камере вообще ничего незаметно. Вне камеры какое-то осветление есть. Вот так у меня выглядят корни. Нет, корни, да, они окрасились, обесцветились. То, что вы видите, вот этот участок, это то, что было ранее еще окрашено этой краской. Поэтому сюда дополнительно еще, или какая-то краска еще дополнительно осветлила. А корни осветлились, но поскольку они были черные, то есть исходный цвет был изначально другой. Поэтому вот сейчас посушу феном, посмотрим, что получилось. Вот так я выгляжу с высушенными волосами, с высушенными мощным феном. То, что здесь неровности. Ой, у меня волосы вот так вот сцепляются между собой. У меня очень путкие волосы. Путкие, да, в смысле очень путаются легко. Между собой завязываются узлы, всякое такое. Всякое такое. И это с детства не потому, что у меня волосы сейчас окрашены, поэтому суши там и так далее. Решила пробор на эту сторону сделать, потому что вот здесь у меня обычно пробор. Ну и, как известно, на месте пробора начинают редеть волосы. Немножко надо поносить. Ну, носить очень косой, пробор мне непривычно. Носить без челки. Ходить без челки мне тоже непривычно. Я вообще не знаю, как. Вот так вот я с детства терпеть не могу. Такой вариант носки. Как-то очень критически отношусь к своему лбу. Относилась. Сейчас-то я довольно спокойно принимаю свой лоб. Как нечасто встречающийся. Но высокий лоб, это, конечно, означает, что для челки почти нет волос. Челка вот, поэтому у меня такая челка несуразная, потому что неравномерно густоты волосы. И если вот так вот мне вычесать волосы, ну, челку начесать на лоб. Так, ты что шатаешься с телефона? То она будет неравномерной густоты. Слушайте, у меня камера. А, вот что. Камера пытается стабилизировать, что ли, изображение. И поэтому ездит. Изображение ездит. Понятно. То есть я еще, я обвиняю редактор свой, что он мне так вот, видео, из-за этой стабилизации, видео у меня плавает. Оказывается, камера уже изначально так снимает. Так, сейчас я вот удивилась, что моим мыслям, то есть я отсняла уже видео, ответила на вопрос о губной помаде. До того, как мне его задали. Теперь девчонки мне пишут, вы мне пишете, что мне идет такая челка, я как раз о челке говорю. Вот только я вам проговорила о челке и увидела уже ответы в комментарии. Можно подумать, что мы в перископе общаемся. А я еще это видео не выложила на этот момент. Еще мне периодически достает видео о тюркизмах, но я его не удалю. Ну ладно, все, не буду в мозге парить моим слушателям про тюркизмы. Может быть, там ссылку. Но мне обязательно нужно обозначить свою позицию. Мне обязательно нужно... Мне уже пофиг на комментарии, что там пишут. И как-то махнула рукой. Но время от времени мне нужно обозначить свою позицию и как бы отмежеваться от этой позиции. А то потом припишут мне, скажут, это ты так заявляешь. Ну, раз ты сделала видео о тюркизмах, а потом люди стали... Твои зрители говорят, что вообще все в мире произошло от тюрка, все языки из тюркского исходят. Мне это утверждение перепишут, потому что я не возражаю. Поэтому я захожу и периодически оставляю комментарии, обозначая свою позицию, как я вижу это дело. А там такие горячие люди. Ну, в основном, правда, приличные. Очень редко кто там позволяет себе неадекватный разговор. Я не скажу троллинг, не назову это хейтерингом. Нет. Но люди недостаточно грамотные, но очень-очень патриотичные и желающие выдать свои... Ну, да, желаемое за действительное. Вплоть до искажения исторических фактов. А ведь я не ученый, не специалист в этом вопросе. Я, конечно, могу ответить, но что мой ответ, мое возражение против такой позиции не будет достаточно убедительным, потому что я не занимаюсь этим вопросом. я могла бы сказать, что вот мой папа как раз этим вопросом занимается, но вообще я не хочу сюда папу своего приплетать, не дай Боже, еще его имя поднимут. Это честь тебя. Ты умеешь. Ну, я не знаю. Я не хочу. Так. Так. Продолжение следует...